поехали гвардия на месте так казаков всем здравия поменьше майского рука я не успел поговорим приходит фотографии вот я все время всех прошу пожалуйста на электронную позицию будем все любоваться отсюда не знаю как переносить специалистов нет рядом и сюда приходит тоже фотографии валерий константинович это елена сана савинич позвонился после вебинара я могу забыть лена позвони первое мнение отобразился телефон казакова я высылал телефон и к сожалению кроме фамилии неизвестно как зовут добрый человек это добрый человек который пообещал его встретить это москве на вокзале как он не знаю ж.д. или авиа вот так что может быть казакова ну-ка бывает ну сходу не нашел его так вот он самый верхний виктор можем пожалуйста может быть здесь нам напишите свой телефон потому что это у меня он есть на это время через 5 минут забыть могу напишите здесь где-нибудь телефон а тогда все увидят тогда не надо тогда может быть знаете где электронным письмом мне поможет а может у меня тут есть сейчас секунду сейчас секунду это очень важно поэтому у меня памяти нет я могу забыть я сейчас я найду вас так вот какой-то телефон пришел может быть от вас сейчас еще раз у меня тоже быть казаков не часто встречаются такие люди странно а наверно он в этом ватсапе ну ладно так или вот это то что сейчас пришел возможно это ваш поехали итак так юрий железов брат привет виноградов здравия кошечки на санкт-петербург виноградов сызран смотрите я же говорю вся гвардия тут так тамара тягунцева здравствуйте свинин привет еще один гвардии наталья всем привет сергей александрович привет бухтиярова казахстан привет выборг хочу вишнем черешни ваше сибирское штамбовое прибилось только привилась на на привелось да только на кустовой вишню на более рослой вишни никак не прививается так ну качу тут пришел за это сообщение так обрезку это мне пришла вот эта самая фотография до соседей так сейчас я посмотрю кто это ой че твой ой че твой ой че твой ой че твой ой боже мой тут правда только телефон я вижу вот и еще раз узнаете оно конечно хорошо здесь замечательно вот но я вас умоляю если смотрите на мой электрон адрес вот письмо оно как к теме мы сегодня про обрезку давайте я вот так сейчас перерыву здороваться смотрите обрезку делаю визу к стволу я им сказал что он заставляет пеньки они мне ответят что ты дура дерево гнить начнет еще что делать с муравьями у нас дача в окружении леса они разносят плю дело в чем значит для на дереве будут муравьи не будут все равно с ли надо бороться алатар это проверенное средство тут учеба с учеба давайте так кто один из вас написал памяти нет только сами факты запоминать что послушал моего совета купив медный купорос послушал меня он не стал подряд прыскать а у него что-то подозрительно получилось что неизвестно какие-то белые пятнышки на этих вот но я не отрицаю медный купорос самое универсальное средство я безобидно я проверял на одно процентов и на двух процентов а люди не знают что такое 1 2 процента у нас такой уровень химия 2 3 2 3 сдал на 2 полсу 3 вы знаете а это на самом деле упаковки обычно 100 граммовые на ведро воды это есть 1 процент 2 упаковки на ведро воды это 2 процента 1-2 процента они не высажают деревья а человеку все таки я же не стал вот подробно рассказал опрыскать и немножечко отдельные листья он опрыскал они по ним погибли поняли да то есть он взял вывод на молодых деревьев нужно меньше концентрации вот один пример а вот второй пример как раз вот это из этого ватсапа сейчас секунду где мы были что делать с муравьями ну конечно надо это все таки но я использовала тарана сам распространенное когда-то было карате причем предлагает промышленно покупают торгаши и нам предлагают карате очень сильная была вот раз и тли нету все нету тли муравьям на деревья делать нечего то есть с муравьям бороться за уже вообще не надо понимаете есть муравьи которые действительно разоряют они плюс становятся минусами есть просто есть фотографии у меня их собираю фотографии прям есть отверстие смотришь прям в землю вот такая дырочка и муравьи туда-сюда то есть они полностью под землей содержат все свои эти плодо родильное отделение там может быть плантации грибов все под землей это очень сложный процесс почему я терпеть ненавижу когда землю перекапывают вот они же у них все же огромное количество плотоядных растет их самых что такое плотоядное ну догадывать ну короче все живое живут и получается что они насыщают почву органикой а это части природы ну что делать когда дерево слабое пересадил дерево напали для почему она слабая у него иммунитета нету потому что тут же смотришь соседнее дерево которое не пересаживать на нем нет ли или так мало тли что я даже не не пытаюсь с ней бороться пару листиков скрутит и хватит и вдруг нашествие муравей все покрытые это больное дерево но спасать надо тогда берете лотар или любое другое но предварительно пшикать и немножечко чтобы проверить не сильно листья концентрация чтобы они погибли уже не от ли от вашего яда деревья тоже живые могут и от яда погибнуть те же листья вот так я расцениваю еще бывает уж совсем плохо вы немножечко раскопали муравейник они берут эти самых свои личинки и подальше от этого места и не надо заливать землю ядами вот этому ответ а вот это вот сейчас как тут было еще раз здесь нет фамилии еще раз обрезку делают ближе к столу тут фотографии дикие фотографии страшно у соседей а мне в ответ что ты дура и что еще делать с муравьями ну как мог ответил это вот видите я надеюсь что мне это придет в виде уже в электронном виде то есть нам электронный адрес и мы с вами посмотрим что делают соседи и почему вы дура извините в кавычках кавычках горы посмотрим идем